МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственные коммуникации изменились. Теперь задать вопрос Акиму можно даже в мессенджере. Многие гранначальники свои сотовые номера озвучили публично. Другие же предпочитают проверенный формат общения с населением через общественные приемные. Повлияло ли это на решение проблем? И слышит ли государство вопросы его граждан? Это актуально. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открыв аккаунты в некоторых соцсетях, глава государства задал тренд. Вслед за президентом быть виртуально ближе к народу стали многие чиновники. Только освоить популярные соцсети, похоже, удалось не всем. Конечно, есть те, кто активно, что называется, постит фотоотчеты о проделанной работе. В основном это Акимы регионов и крупных городов. У чиновников рангом пониже аккаунты чаще всего пустые. Например, Бертанов. На него нужно ориентироваться. Он активно отвечает, делает публикации на острые темы. Сагентаев есть в Инстаграм и Фейсбук. Систематически он публикации выкладывает, регулярно записывает видеообращения к своим подписчикам. Я считаю, если ты стал Акимом области, это уже накладывает обязательства быть ближе к народу, и ты обязан выйти в социальные сети. Я понимаю, что они назначены, но коммуницировать – это их прямая задача. В Кустанай для госслужащих организовали семинар, где их обучали правильно вести аккаунты в социальных сетях. Сейчас у госорганов области создано 144 аккаунта. Но сами они признают, писать посты – дело непривычное, и перейти с делового языка на простое оказалось не так-то легко. На семинар приглашены руководители отдела внутренней политики, заместители Акимов городов и районов, то есть те люди, которые ответственны за продвижение государственной политики на местном уровне. Семинар методический. Наша задача – повышение профессионализма представителей государственных органов. Решение перейти в интернет-пространство положительно сказалось на отношениях между госорганами и населением. Снять барьеры между госслужащими и населением позволит площадка «Опен Акимат», где гражданам оказывают услуги по принципу одного окна. Жители смогут получать консультации по приобретению жилья или трудоустройству. Практика показывает, что люди хотят прийти и сами услышать ответы на свои вопросы от сотрудников. Сделали все открыто, чтобы люди видели прозрачность. Знали и могли отслеживать, что, например, места в детских садах, жилье, люди получают только строго по законной очереди. Схем обхода нет. Аким Западно-Казахстанской области Галий Скалиев и вовсе поделился своим личным номером телефона в соцсетях, после чего, ожидаемо, на его смартфон начали приходить сотни сообщений от жителей региона. В основном мне присылают проблемные вопросы. Это около 98% всех сообщений. И около 2% поступают интересные предложения по развитию региона. Мне на WhatsApp написал молодой человек из Сырымского района, который на протяжении 8 лет живет в Дании. К нам периодически приезжает навещать родителей. Он работает в одной крупной нефтегазовой компании Дании. Он предложил свою помощь в экологическом воспитании детей. Он предложил отправить к нам волонтеров, которые поделились бы своим опытом. Предложение очень интересно. Какой бы ни была площадка для общения с населением, главное, чтобы работа чиновников в соцсетях или через общественные приемные давала результат. Проблемы решались, и государство действительно становилось слышащим. На сегодня это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова